На Абаза ТВ новости В студии Рустам Зонтария Здравствуйте Коротко о главном Нарушений на данном этапе нет Контрольная проверка работы Государственного таможенного комитета Поднебесная перспективы сотрудничества с Абхазией Агу посетил почетный консул Абхазии в КНР Господин Гаджили Хибла Герзмава во имя жизни Абхазский вклад в проект Первого канала Жить Нарушений не выявлено К такому выводу пришла контрольная комиссия По проверке таможенного оформления товаров, ввозимых в Абхазию Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя администрации президента Адгур Лужба после ревизии на государственной границе Абхазии Парикепсоу Тему продолжит Анастасия Никонова 19 октября 2016 года по распоряжению главы государства Рауля Хаджимба Была создана комиссия по проверке таможенного оформления товаров, ввозимых в Абхазию В ревизионную комиссию вошли представители экономического дела при администрации президента Министерство по налогам и сборам, Генпрокуратура, Министерство экономики и службы госбезопасности В задачи комиссии входит осуществление контрольных мероприятий, связанных с полнотой таможенного оформления товаров Которые входят, ввозимых на территорию нашей республики Необходимость проведения контрольных мероприятий была вызвана тем, что в последнее время было много различной информации Связано с тем, что таможня оформляет не все, оформляет не полностью И таким образом в республику попадают товары, которые завезены по серым схемам И, соответственно, государство недополучает полагаемые таможенные и налоговые платежи Со дня образования комиссии уже проведен ряд проверок на государственной границе Абхазии по реке Псоу Одна из них прошла в понедельник, 31 октября С ее итогами представители средств массовой информации ознакомил от Гурлужба Пока на данный момент самый, наверное, такой интересный вопрос, который всегда задают журналисты А были ли нарушения? Ну, по логике их просто на месте, когда находится комиссия, их просто быть там не может Так, другое дело, мы еще дополнительно применяем такую форму, как досмотр транспортных средств Которые под пломбой уходят с таможенного поста и разгружаются здесь уже, ну, на территории Сухума Или в других населенных пунктах Уже четыре контрольные проверки с выездом на место были проведены Но пока, пока нарушений установлено не было Единственное, что мы пытаемся сделать так, чтобы все грузы обязательно подвергались таможенному оформлению А затем, как я уже сказал, мы выборочно проверяем те машины, которые заходят сюда и разгружаются на месте Говоря о деталях, в работе комиссии от Гурлужба отметил, что ревизии проходят ежедневно Более того, контроль оформления товаров на границе проводится и на пешеходном переходе, и в местах досмотра грузового транспорта У нас есть и другая информация о том, что многие импортеры, которые завозили сюда различные товары Несколько приостановили свою деятельность, рассчитывая на то, что наша группа будет работать недолгий период времени Но для сведения этих граждан могу сказать, что это не так Как раз пользуясь случаем, вот обращаюсь к нашим предпринимателям Уходить от серых схем и переходить на формы работы, которые определены нашим действующим законодательством Это будет удобно и им, это будет выгодно и государству Потому что нелегальный завоз товаров должен быть максимально исключен Комиссия продолжит свою работу до тех пор, пока необходимость в таких проверках не отпадет сама по себе А система по оформлению товаров, экспортируемых в Абхазию, заработает как четко отлаженный механизм В столице почтили память жертв политических репрессий Ежегодно в День памяти к мемориалу безвинно осужденных, который установлен в прибрежной части Сухума в 2011 году Возлагают цветы, приходят первые лица государства, родственники репрессированных, общественность По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в Абхазии до 7 тысяч человек стали жертвами сталинских чисток 30-40-х годов XX века Среди них и отец заместителя председателя Республиканской Ассоциации жертв политических репрессий Юрия Лотария, Спиридон Лотария Когда отца забрали из дома, Юрию Лотария не было и трех лет Вспоминая рассказы матери, он отмечает, что отца забрали поздно ночью, трое неизвестных Вспоминая работа, Юрия Лотария, Спиридон Лотария Вспоминая работа, Юрия Лотария, Спиридон Лотария, Спиридон Лотария Также накануне в Республике отметили День науки В Республике Абхазии этот день отмечается не только как дань уважения многолетним научным традициям, которые были у нас очень сильны Абхазия и в наше время является средоточием большой серьезной науки Непременного и очень важного условия поступательного развития общества и государства Вот почему важно, чтобы сегодня вместе с обретением независимости, суверенности и свободы наша страна крепила и собственные научные знания И авторитет среди коллег как в самой республике, так и за ее пределами Говорится в поздравлении Президиума Академии наук Абхазии А в среду 2 ноября в 15.00 в здании Академии наук состоится торжественное вручение дипломов Почетный доктор Академии наук Абхазии деятелям отечественной науки и литературы Которым решением Президиума Академии наук присвоено это почетное звание Причем впервые Новости из городов Абхазии В Ткварчале в рамках российской инвестпрограммы ведутся работы по замене водопроводных труб Из-за планированных 9 участков на сегодняшний день заменены 6 В данный момент ведутся работы по улице Дзидзария В рамках инвестпрограммы также ведутся работы на головных водозаборных сооружениях Также ремонтируются ливневые коллекторы Анонс 7-й российско-абхазский деловой форум пройдет в столице 15 ноября Организаторы мероприятия международного формата Министерства экономического развития России и Минэкономики Абхазии Планируется участие представителей администрации президентов двух стран, глав регионов России и Абхазии Будут рассмотрены вопросы углубления межрегионального взаимодействия в области туризма, сельского хозяйства, гуманитарной сферы, а также вопросы социально-экономического развития республики В рамках мероприятия также планируется проведение выставки инвестиционных возможностей О медицине В родильном отделении республиканской больницы нет и не могло быть вспышки синегнойной инфекции Об этом заявила заведующая отделением Рита Трапш Вся работа родильного отделения поставлена на предотвращение малейшей возможности появления какой-либо инфекции «У нас существует собственная сан- и педслужба, это отдельная каста врачей и они более чем кто-либо осознают ответственность, которую несут Проверяют на инфекцию все, от стен и рук до мельчайших инструментов и приборов», — говорит Рита Трапш По мнению Трапш, люди, распространяющие непроверенную информацию о происходящем в столичном роддоме, заботятся вовсе не о санитарном Эпидемиологическом благополучии в родильном отделении или о здоровье детей Главная цель этой информационной компании одна — добиться увольнения заведующей отделения Риты Трапш, считает врач Китай и Абхазия Возможности диалога В АГУ состоялась лекция председателя общества обменов и сотрудничества Россия, Восточная Европа, Центральная Азия, господина Гэджили Который был назначен в 2012 году почетным консулом республики в КНР и почетного консула республики Абхазия в Приволжском федеральном округе России Владимира Литвинчука Тема лекции — экономика и народная дипломатия Китая Подробнее Амелия Асатурян Можно смело сказать, что встреча, организованная в Абхазском государственном университете, в понедельник значительно расширила кругозор студентов в области международной экономики Консул Абхазии в Приволжском федеральном округе России Владимир Литвинчук рассказал присутствующим о договоренностях между нашей республикой и областью, которую он представляет Мы делаем доброе дело по вопросам развития и укрепления связей дальнейших, в том числе и научных и вузовских, между Российской Федерацией и Республикой Абхазии Наша Нижегородская область, так как я там проживаю и выполняю вот эти функциональные обязанности консульские, она имеет тесные связи с Республикой Абхазии и, в частности, вузовские. В 2009 году подписаны были Олег Алексеевич подписал с техническим университетом, затем подписались с Нижегородским государственным университетом и в прошлом году подписались с Нижегородским инженерно-экономическим университетом Рассказать о перспективах развития не менее интересных проектов уже в Китае. В Агу приехал деятель народной дипломатии, консул Абхазии в Китайской Народной Республике Гэджили. Он озвучил направление, где сотрудничество возможно уже сейчас Сегодня во всем мире остро стоит проблема качественного образования. Большую популярность завоевала учеба по обмену, когда студенты или школьники не только получают высшее образование за рубежом, но и полностью погружаются в общественную и культурную жизнь другой страны Это полезно не только для общего образования. Таким путем можно приобрести множество практических знаний, в том числе в экономике, чтобы в дальнейшем с успехом применять приобретенные знания на родине Гэджили сообщил, что у абхазских студентов такая возможность есть Я считаю, что сегодня в Абхазии очень важна эта народная дипломатия. И особенно молодые. Не просто перспектива будущего, а важные роли играют молодые А пока здесь, в Сухуми, сидя за партами Абхазского государственного университета, наши студенты смогли узнать интересные факты и нюансы, связанные с устройством современной китайской экономики, которая сегодня по эффективности занимает второе место в мире В Китае большие успехи экономические успехи в мире, например, как завод мира Гэджили рассказал студентам о конкретных шагах, предпринимаемых для налаживания связей с Абхазией Так, в середине октября республику посетила делегация из Китая, в том числе врачи китайской народной медицины, желающие практиковать у нас в стране Открытие оздоровительного центра – одно из интересных направлений партнерства, предлагаемых китайскими специалистами Сотрудничество возможно как в сфере туристической, так и торговой, подчеркнул Гэджили, не обойдя стороной и исторические факты, свидетельствующие о дальних связях Абхазии и Китая Великие, старые шорковые почи – это через Абхазию и через ваш город Дружба без границ, торговля без границ Интересовала студентов и законодательная система Китайской народной республики Звучали вопросы о функционировании пенсионного фонда, а также мер, применяемых в связи с демографической обстановкой в КНР Вообще, один ребенок официальный Если, например, два, да, в каком обстановке? Например, если мой отец, мама, да, только один ребенок, я, да, сейчас я женишься, да, то я имею право два Получив диплом бакалавра, многие задаются вопросом, где продолжить учебу в магистратуре И есть ли у Абхазского государственного университета возможность пройти магистратуру в Китае? И какая, и как это осуществимо? Консул Абхазии в КНР сообщил, что сделать это будет возможно при наличии российского гражданства Ректор Абхазского государственного университета Олег Угварами поблагодарил гостя за интересную и полезную лекцию Мы очень рады видеть вас в нашем национальном университете Вы правильно заметили, молодежь у нас хорошая Огромное вам спасибо за то, что вы и напомнили о наших друзьях И не только в России и других странах, но и в Китае Вы тоже получили представление о наших студентах Я думаю, это взаимолюбезные отношения, они сохранятся Многие студенты кафедры международных отношений изъявили желание начать изучение китайского языка Ведь первую лекцию по устройству современного Китая они выслушали с большим интересом В прошлую пятницу на шоу «Голос» на первом канале состоялась премьера песни «Жить» Это дало старт одноименному социальному проекту Автором стал композитор Игорь Матвиенко В записи песни приняли участие 28 артистов Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава Также стала частью этого действительно взорвавшего интернет-клипа Подробнее в материале Элеонора Гелаян Ровно год назад мир потрясла новость об авиакатастрофе Борт, следовавший из курортного шарма шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа Потрясенной трагедией композитор Игорь Матвиенко посвятил музыкальную историю всем, кто потерял близких и разуверился в жизни Я всю жизнь писал песни Некоторые веселые, некоторые грустные, молодежные, некоторые даже получились патриотические Мне всегда хотелось с другого ракурса посмотреть вообще на нашу жизнь Песня «Жить» стала музыкальной основой одноименного проекта Поддержать людей в трудной ситуации, дать надежду и укрепить веру На сайте размещаются истории людей, которые, несмотря ни на что, нашли в себе силы радоваться жизни Благодаря хэштегу «Жить» рассказы попадают на портал из социальных сетей 28 артистов спели о горечи потери, силе, духа и счастье любить Они объединились, чтобы донести до каждого из нас очень важную мысль Надо жить во что бы то ни стало и несмотря на обстоятельства Песня «Жить» Участником проекта стала Ехеба Герзмава, народная артистка Абхазии и России Накануне в своем аккаунте в социальных сетях Дива поделилась своей историей под хэштегом «Жить» Я в жизни столько пережила Похоронила молодых родителей, 39 лет маме и 44 года папе Нам с братом тогда было всего по 16 и 12 лет Мне столько раз было больно Меня предавали Я столько раз терялась и мне было так страшно Я столько раз не знала, что мне делать и как жить дальше Но внутренняя сила, характер и вера в добро и в светлое будущее Всегда делали меня чуточку сильнее У меня была музыка Пусть у каждого из вас будет мечта Идите и не бойтесь На пути у таких людей, которые знают, чего хотят Всегда появляются нужные и правильные люди Будьте им благодарны и идите вперед Даже если иногда бывает и погрущу, и поплачу Я все равно счастливая женщина Счастливая мама Сандро скоро 18 лет И счастливая певица Звучание Бог дает только добрым, светлым и независтливым людям Пусть будет мир на земле И никогда не умирают деточки Никогда не погибают мирные люди Пусть Богородица всех оберегает Будьте все счастливы Любите друг друга И несите добро Ваша Хилла Герзмала Для того, чтобы быть счастливым человеком и жить счастливым Нужно жить в любви и любить От любви спинка ровная, глаза горят и голос звучит Как рассказал Игорь Матвиенко в интервью Первому каналу Совершенно неожиданно в результате размышлений Команда пришла к тому, что никакой игровой постановочный сюжет Не может передать тех переживаний и случившихся трагедий О которых думали во время создания песни В записи песни и видеоклипа приняли участие Такие популярные российские исполнители Как Полина Гагарина, Владимир Христовский Валерий Сюткин, Александр Маршал, Евгений Маргулис И многие другие В рамках акции предполагается проведение интернет-флешмоба Участники которого смогут рассказать О своем опыте преодоления трудностей Поделиться фотографиями и видеороликами На сайте жить.рф И в социальных сетях под хэштегом Жить Кузница абхазских офицеров Сухумскому высшему общевойсковому командному училищу Исполнилось 16 лет Торжественное мероприятие по случаю празднования Прошло в Министерстве обороны республики Курсантам были присвоены очередные воинские звания Преподавателям грамоты и благодарность Репортаж Илана Казанба Военное училище в нашей стране было создано в 2000 году Через 5 лет Кабинет министров республики Одобрил его переименование в Сухумское высшее общевойсковое командное училище За 16 лет существования единственная в стране кузница военных кадров Выпустила 325 офицеров Программа двухгодичного курса обучения Была заменена по стандартам высших военных институтов России на 4 года По окончанию училища выпускники получают не только первичное офицерское звание Но и диплом государственного образца Для обучения курсантов были привлечены высококвалифицированные преподаватели Из Абхазского государственного университета Военные предметы преподают офицеры Министерства обороны Многие из которых закончили военные академии в Российской Федерации В 2007 году на базе училища сформирована рота почетного караула Сегодня без нее не обходится ни одно торжественное праздничное Либо памятное мероприятие Офицеры принимают участие в событиях республиканского масштаба Таких как возложение к мемориалам и инаугурация президента Поздравительный адрес министра обороны Мирава Кишмаре Зачитал его заместитель Беслан Свижба С первых дней существования училища славилось своими замечательными педагогами И наставниками, блестящим качеством образования За 16 лет училище подготовило для войск не одно поколение офицеров Многие из них отмечены наградой Министерства обороны Вопускники училища занимали и занимают высокие должности В Министерстве обороны и Вооруженных сил Республики Абхазия Убежден, что новые поколения воспитанников будут бережно хранить Славные традиции своих предшественников Дорожить идеалами товарищества и воинского братства В честь празднования дня образования СВОКУ Приказом министра-курсантам вручены медали и грамоты за безупречную службу Приказом начальника училища присвоены очередные воинские звания Илана Казанба, Сострыкла-Гухала, Абаза-ТВ О спорте Столичные спортсмены завоевали первое общекомандное место В открытом первенстве по боксу в Сухуме Как сообщает Апсны Пресс, в соревнованиях приняли участие Более 100 спортсменов из городов и районов Абхазии Боксеры секции комитета по вопросам молодежи и спорта Столичной администрации по количеству призовых мест Завоевали первое общекомандное место 17 первых, 12 вторых и 3 третьих места Кубка и звания лучший боксер турнира В своих возрастных категориях удостоены Давид Шахбазян, Лаша Гогия и Гудиса Акаба Тренируют спортсменов Джона Тумава, Бесла Надлейба, Давид Авицба Организатор турнира, комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации столицы Сейчас о погоде в Сухуме Во вторник, 1 ноября, в столице облачно Временами дождь, температура воздуха днем 9, ночью 5 градусов Температура морской воды 17 градусов На этом пока все За развитием событий следите на Абаза ТВ До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»